Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2567. Каковы на сегодняшний день надежды православного мира? Отвечает Патриарх Алексей II. Православный мир ясно видит те многочисленные угрозы, которые несет нам современность. К сожалению, в обществе есть силы, по разным причинам заинтересованные в том, чтобы люди ставили во главу угла удовлетворение своих страстей без оглядки на нравственные ценности и на окружающих. Причем попираются проверенные веками представления христианства о добре и зле, о достойном и постыдном. Русская православная церковь никогда не соглашалась и не согласится с тем, что такое допустимо под каким-либо предлогом. Более того, исходя из учения о богоданной свободе человека, мы делаем все, чтобы подобный выбор не был предопределен осознанной пропагандой антихристианских ценностей, которая, как нам видится, направлена во вред не только отдельным индивидам, но и всему человечеству. В то же время мы полны оптимизма, ибо надеемся прежде всего на слова Господа. Лука, 12 глава, 32 стих. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. В российском обществе мы находим немало сочувствующих, в том числе и среди общественных и государственных деятелей, которые разделяют наше представление, подтверждая тем самым надежду на милость Божию православному миру. Конец цитирования. Отвечает Игнатий Лапкин. Приведенное место совершенно не относится к незнающим путь Господень. Этому малому стаду, которое введено в заблуждение попами, не обещано ничего, кроме муки вечной, если не покаются, что не любили Господа, не шли по его заповедям святым. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Евангелие от Марка, 12 глава, 9 стих. Что же сделает хозяин виноградника? «Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим». Конец цитаты. Конец цитаты.